здравствуйте друзья у нас сегодня общение по средам чуть-чуть она задержалась но на то были определенные причины и мы начинаем наш прямой эфир тема у нас очень актуальна и очень интересная это онлайн марафоны и вообще онлайн бизнес как таковой сейчас все пользуются фейсбуком соц сетями разными формами общения и строят свой бизнес полностью на выходе в интернет особенно это очень сильно связано с тем что у нас пандемия и огромное количество людей сидят дома и работают онлайн в связи с этим очень много разных вопросов а также самые важные вопросы это конечно онлайн общение в разных странах потому что тот материал который вы готовите и которым вы делитесь в рабочих как рабочий инструмент он конечно является вашим материальным активом сегодняшний прямой эфир я планирую сделать с моим с нашим юристом наталья наталья присоединилась к нам мы приглашаем ее прямой эфир приглашаю приглашение так как я нахожусь в украине так как я нахожусь в америке о слава у нас все получилось на так добрый вечер и за задержку ничего все хорошо мы с натальей обсудим вопросы защиты нематериальных активов марафонов потому что очень много нас и клиенты которые с разных стран но конечно базируется большинство на украине делают разные интересные продукты это онлайн продукты и и беспокоит вопрос не защита нематериального актива я хочу представить наталью наталья наш сотрудник офиса она у нас сейчас находится в киеве я нахожусь в америке и мы делаем вот такой вот мостик общения между украиной и америка если можно чуть-чуть пару слов тебе почему мы выбрали с тобой именно эту тему и какие-то истории жизни с которыми ты сталкивалась как юрист и которые требуют защиты и взаимопомощи на самом деле эта тема сейчас очень актуально в связи с пандемией вы знаете что все перешли на онлайн пространство социальные сети и появилось много коучей которые ведут марафоны тренинги но они задумываются к сожалению когда создает авторские продукты о том что надо их защитить уже после того как они его уже красиво упаковали выпустили начинают получать доход тут случаются неприятности их продукта начинает пользоваться соответственно это надо избежать а каким образом мы вам сегодня расскажем есть несколько способов как это избежать или как себя защитить ну первое мы конечно рекомендуем всегда и во всех вебинарах это конечно же регистрация авторского права и получение свидетельства поверьте нам она защищает вас от многих неприятностей в том числе и если вы хотите написать претензии нарушителю зафиксировать этот момент прежде всего вы подаете вместе с претензией это свидетельство об авторском праве что новым да для начала нужно чуть-чуть объяснить на что нужно получать свидетельство да то есть если мы смотрим вопрос тренингового бизнеса для начала я уже это очень много раз повторял о своих эфирах для начала нужно понять под каким брендом вы работаете то есть мы защищаем персональный бренд личности тренер либо компания от имени которая работает либо группы тренеров которые совместно работают и это вопрос торговой марки также вопрос торговой марки он у нас возникает когда у нас есть название вашего онлайн продукта все думают что они такие уникальные и что вот они придумали новый тренинг и что его никогда в жизни не было а на самом деле ну товарные знаки это конкретный рынок и это конкретные действия вы можете пользоваться придумывать что-то и использовать но если вы начали использовать название вашего продукта с зарегистрированной торговой марки чужого человека чужого и компании то тогда вы нарушаете эти права и если вы хотите чтобы никто кроме вас не называл тренинг именно таким именем как вы чтобы это было уникально на рынке то тогда вам нужно за и зарегистрировать товарный знак на название продукта теперь мы подойдем к вопросу авторского права авторское право самое легкое и вот в онлайн марафонах когда вы их называете у вас есть содержание этого онлайн марафона название есть методика по которой вы привлекаете своих клиентов есть какие-то определенные ваши фишки это все записывается на определенный носитель потому что авторское право она не регистрирует и не защищает идеи а только зафиксированы в материальной форме какие-то конкретные действия то есть это литературное сочинение вы его описывать и но многие же очень много вкладывают в дизайн то есть когда вы работаете с дизайном в этой фотографии это определенные элементы и фотографиях у вас есть как физические лица вы лично как личные до ваши фотографии вы инвестировали деньги фотосессию достаточно немалые деньги видео сессию в зависимости что вы там готовите а также вы очень много вкладываете в материалы которые вы готовите это все ваш нематериальный актив его нужно зафиксировать и зафиксировать его нужно с помощью регистрации объектов авторского права тогда у вас уже зафиксированы и юридически принадлежащий вам документ и мы помогаем вам это сделать и в украине и в америке потому что америка это международная форма защиты и она действует на территорию как в америке люди там google другие компании международные они воспринимают эти документы но это очень длительный срок и нужно понимать какой курс какой марафон вы хотите точно зафиксировать нужно ли вам инвестировать в это деньги и обычный стандартная регистрация опять же в украине и регистрация авторского права что как бы достаточно легко так вот когда вы делаете марафон у вас есть название поэтому нужно его зарегистрировать как торговую марку и у вас есть материалы которые вы используете в этом направлении просто очень много есть нарушений вот возможно наташа расскажет какой-то из нарушений где мы просто подробно разберем и каким способом можно с ним бороться когда вот есть такое нарушение у нас есть клиенты который недавно к нам обратился и у него была такая проблема с ней столкнулся неожиданно для себя они занимаются разрабатывают фитнес-меню сами разработали придумали и теперь у них проблема его просто нагло украли разместили на другом сайте выдают якобы за их продукт но на самом деле это не их продукт и вот возникает вопрос что с этим делать например можно в том же гугле отправить претензию используя законодательство dmc это закон об авторском праве который дает вам возможность google убирает просто с поисковой строки ваше название продукта тем самым защищает вас но сам сайт нарушителя он к сожалению не удаляет то есть есть такой вот момент тут у нас вопрос задали я хочу ответить и мы потом вернемся с тобой к этой ситуации да нам задают вопрос а если делать регистрацию на территории россии казахстана украины эти регистрации не действуют на территории сша я еще раз поясняю авторское право она действует на территории мира и космического пространства она не требует регистрации то есть но когда вам нужно это доказать когда у вас конфликт когда то есть регистрация авторского права это как ключи до вашем доме то есть воры могут залезть но когда у вас есть ключи у вас есть определенная защита вам нужно свидетельство например для передачи лицензии то есть вот есть авторское право вы хотите использовать это дать в использование это авторское право кому-то. Если вы на территории Украины и ваши клиенты на территории Украины, то, конечно, им для деловодства правильного намного удобнее украинское свидетельство. Если вы находитесь на территории России, им удобнее ваше свидетельство на территории России. Если Казахстан, то удобнее регистрация Казахстана. Но если вы находитесь на территории Америки, и ваши контрагенты, и ваши люди, с которыми вы общаетесь, и вы будете использовать этот объект авторского права на территории Америки, то, конечно, вам удобнее регистрировать авторское право на территории Америки. Документ действует и на территории США, но его нужно будет как минимум перевести, а это тоже дополнительное средство, и чтобы вторая сторона его принимала и понимала. Поэтому говорить о том, что он не действует, нет. Авторское право украинское действует везде. И что важно в авторском праве, что вообще мы им получаем? Там важны два элемента. Первое – любое государство, украинское, российское, американское, это фиксатор, архиватор даты создания. То есть в авторском праве очень важно доказать, что вы первые создали этот продукт. Как вы можете это доказать именно датой создания? Когда мы подаем документ, у нас есть два вопроса. Когда вы его создали и когда мы его получили. То есть когда агентство получило. И у нас есть вот эта дата. То есть для суда вот это свидетельство будет говорить о том, что вы это сделали. То есть нам свидетельства нужны для деловодства. При деловодстве что это такое? То есть это доказать, что вы собственник, что вы имеете право сделать лицензию, передать кому-то, продать. Это сдать в аренду и передать по наследству. То есть это вот деловодство. Либо если у нас возникает конфликт. Конфликт мы можем решить двумя способами. Первое – это мотивированные письма. То есть мы пишем письмо, письмо-претензию, если к нам, если мы обращаемся к кому-то. Либо письмо-ответ. Потому что в моей 19-летней деятельности опыте был конфликт, например, с США. Наши творческие личности, которые создали группу «Они танцевали». Они танцевали очень интересно, очень известная группа, сейчас не буду называть. Они выиграли шоу «Таланта в Америке». То есть у них выключается свет и у них светящиеся костюмы. И эта группа танцует вот этими светящимися костюмами. И к ним сделали претензию американские танцоры подобного плана сказали, что это их патенты на это изобретение, что они не имеют права так выступать, что эта техника приходит только к ним. Когда мы начали разбираться с этой претензией, во-первых, мы выявили, что их патент к нашим не имеет никакого отношения, потому что у нас совершенно другая методика вот этого светящегося костюма. И мы отбили эту атаку. Потому что если бы мы не отбили эту атаку, потому что иногда на вас могут наезжать, что вы что-то делаете не так, то тогда бы им запретили вообще выступление на территории Америки. Поэтому, чтобы такого не было, вам нужно фиксировать ваши нематериальные активы. Вы даже не знаете, как это может произойти. Либо у нас была такая ситуация, когда наш айтишник украинский сделал очень интересное техническое решение для Фейсбука. И Фейсбук на него наехал, что он использует неправомерно определенные вещи. И это тоже было активное письмо с активными угрозами, вплоть до очень серьезных последствий на территории Америки. Но когда мы опять же начали разбираться, потому что к вам могут сделать претензии, когда ты начинаешь разбираться, что за претензия, зачем, почему, оказалось, что он не нарушал никаких прав. И мы сделали ответ, сделали ответное письмо, аргументированное, где его технические решения полностью не входят за рамки конфликта с Фейсбуком. И, в принципе, благодаря этой переписке все закончилось. Но есть более посерьезные вещи. Когда у нас, например, суды. И когда у нас суды, суд будет принимать либо показания свидетелей, либо документы, на которых зафиксировано ваше авторское право. И если вы собираетесь судиться на территории Америки, то, конечно, лучше, чтобы у вас был американский документ. Если на территории России российский, на территории Украины украинский. В чем еще специфика? Получить украинский документ очень легко. То есть вы подаете документы, если вы на территории Украины, через два месяца, максимум 2-4 месяца, вы его получаете. Но если вы подаете документ в Америке, получить его намного сложнее. Во-первых, количество, объем людей подачи. Мы это регистрируем в американской библиотеке. Во-вторых, это то, что они очень дотошно спрашивают. И очень серьезно спрашивают заявки. И так как бизнес в Америке намного дольше, чем в Украине, там более все структурно. То есть, например, есть отдельный отдел регистрации компьютерных программ. Отдельный отдел регистрации игр. Отдельный отдел регистрации литературных сочинений, объектов визуального искусства, кино. То есть там он более поделен, и в него нужно понимать, как ты идешь. И там есть разные оплаты в зависимости от объема, который вы подаете. То есть у Украины, например, у нас одна госпошлина. Или ты подаешь один рисунок, или ты подаешь серию рисунков. В Америке это по-другому. За каждый рисунок ты будешь платить. Стерия рисунков совершенно другая. Поэтому все зависит от того, что ты хочешь. Вика, я надеюсь, я ответила на твой вопрос. Вика с Майами. Спасибо большое за то, что ты спросила. Возможно, если у кого-то есть еще вопросы, то задавайте, мы в прямом эфире ответим. А мы сейчас вернемся к этому конфликту, о котором рассказала Наталья. То есть еще раз вернемся в тему. Какой там конфликт? Еще раз. Наташа. Они сделали фитнес-меню, разработали и выставляли фотографии до и после результата. Естественно, их конкуренты недобросовестные это увидели и решили под их брендом якобы продавать... Продавать продукцию. Да, я в курсе еще, там более еще сложнее все. То есть название вот этого кета-меню использовали как название таблеток. Да. И в связи с этим возникла очень серьезная путаница, потому что название, получается, тренинга, который они сделали, и название таблеток, которые тоже дают похудение, оно получилось одинаковое. Если ты гуглишь вот эти тренинги, то, получается, ты выпадаешь и приходишь на вот эти таблетки. Вторая тема, что была еще очень сложная, тяжелая, они использовали персональные фотографии и персональные фото и отзывы людей от до для рекламы своих товаров, для рекламы вот этих таблеток. И что самое еще страшное, они огромное количество создали разных таких фейковых аккаунтов в Фейсбуке, в Инстаграм, где продавались эти товары. И стоимость этих продуктов, она была очень высокая. То есть тренинги, которые они придавали, ну, наши клиенты, с которыми мы работаем, у них это онлайн-марафоны для похудения, где, конечно, через определенную диету, через определенные действия люди получают этот результат. А здесь предлагалась таблеточка. Ты выпиваешь, платишь очень-очень много, и сразу вот у тебя будет такой результат. То есть чужая информация. У нас тут несколько видов нарушений. Первый вид нарушения – это, конечно, нарушения в виде торговой марки. Но чтобы выйти из этого нарушения торговой марки, потому что класс, например, у нас класс обучающий – это 41-й класс, а класс таблеток – это фармацевтика, это совершенно другой класс. Вот у нас конфликт по классам. И в этом плане нам помогает авторское право. То есть дата создания этих нашего марафона и вот этого тренинга – оно ранее, чем вот тот продукт, о котором вы говорите. Второе – это нарушение персональной личности. То есть это нарушение непосредственно фотографии человека без его использования, нарушение фотографии, то есть фото, видеосъемка и использование чужого материала. То есть у нас тут еще есть нарушение персональных данных. И, конечно, это мошенничество, потому что используется чужая информация. И здесь у нас однозначно может быть, и должно быть заявление в милицию, потому что это в отделке безопасности, потому что это нарушение непосредственно в онлайн-пространстве. По ее видению, Наташа, если можно, тоже расскажи. Согласна. Совсем же перечислено. Не, ну совершенно верно. Обязательно надо найти их и подать претензию, так как мы еще фиксируем, что мы пытались решить конфликт мирно, без суда. Это, во-первых. И это самый быстрый способ узнать позицию нарушителя, опять-таки. Да, но в большинстве случаев такого плана это очень недобросовестная конкуренция. То есть я всегда говорю, что в жизни есть как бы три видения. Это у нас идеальная картинка, это среднеусредненная практика, которая есть. И третья часть, черная, когда это однозначно идет нарушение всех статей. То есть нарушение, начиная от продукта некачественного, заканчивая обман потребителя и заканчивая тем, что они, естественно, не дают информацию, кто собственник этих всех фейковых файлов. Здесь, конечно, без уголовного права и без непосредственно правоохранительных органов невозможно, потому что это реально уголовное нарушение. У нас есть статья в Уголовном кодексе. Если нарушаются права нематериальных активов, то есть интеллектуальной собственности, то у нас есть ответственность уголовная за эти нарушения. То есть преступление должно быть явное и оно должно нести финансовую определенную показатель, на какую сумму это было сделано нарушение. Есть у нас оценка материальных активов, есть экспертизы определенные, которые можно тоже привлечь и посчитать, например, какое количество обманутых клиентов, которые были, и как это нарушает имидж наших клиентов, связанных с этим. На самом деле дело сложное, очень непростое, потому что, естественно, все не на поверхности. Здесь нет прямых источников, кто конкретно это делает, невозможно с ними связаться. Постоянно блокируются фейковые аккаунты и постоянно снова-заново создаются новые аккаунты. Но можно регистрировать свои нематериальные активы и стараться их защищать для того, чтобы выходить из такого рода конфликта. Когда еще присоединяются люди, я бы хотела также обсудить вопросы по марафонам и онлайн-бизнесу. То есть как мы можем, как юридически, какие у нас есть возможности регистрации, если мы работаем, например, на разных территориях. Регистрация авторского права в Украине, она очень легкая. В Украине этим занимается государство. Например, в России это общественная организация регистрирует. В Грузии это вообще нотариус может зарегистрировать авторские права. То есть на каждой территории у нас есть свои какие-то нюансы. Но у нас есть Всемирная организация интеллектуальной собственности и у нас есть регистрация товарных знаков. Так вот, я очень сильно рекомендую своим клиентам, которые выходят на международный рынок, а онлайн-то всегда международный рынок. Это может быть русскоязычный США, но это территория США, это может быть русскоязычное постсоветское пространство. Нам нужно понять, с какими непосредственно странами мы будем работать. В связи с этим нам нужно регистрировать торговую марку в каждой стране. Но перед тем, как регистрировать торговые марки, нам обязательно нужно проверить название. И нам кажется, что у нас уникальный продукт на нашей территории, но когда мы начинаем его проверять, там вылазит совершенно другая картина. И, например, разница деловодства, регистрация торговой марки в Америке и в Украине имеет большую существенную разницу. Начиная от того, что торговую марку в Америке нужно поддерживать и поиск открытый. То есть по поиску мы можем посмотреть, кому что нам принадлежит. Но есть нюансы, связанные с тем, что в Америке очень много разных стран, и ваша торговая марка может означать какие-то вещи на каком-то национальном языке, например, какой-то страны, болгарский язык или польский язык. Это может блокировать регистрацию вашего товарного знака. В Америке очень много правил, которые детально описывают, что нельзя регистрировать. И если в Украине, я, например, всегда говорю о том, что вам нужно зарегистрировать персональный бренд, имя, фамилию, то, например, в товарный знак в Америке персональный бренд – это не самое лучшее, и они против регистрации имя, фамилии как бренда. И там нужно совершенно по-другому делать. В связи с этим мы работаем с американскими специалистами, мы работаем не самостоятельно, мы работаем вместе с командой американских специалистов, когда у вас возникает этот вопрос. Еще сейчас очень много разных тренингов, семинаров и разных онлайн-платформ, на которых происходят определенные продажи ваших продуктов. И вы создаете, например, онлайн-материал на каком-то языке. Вы создаете его, например, на русском или на украинском языке. Вы этот материал можете перевести, и у вас получится другая аудитория на другом языке. То есть авторское право возникает на вот этот материал, а перевод на другой язык – это уже не является новым объектом территориальной собственности, это является переводом. И там тоже у нас название может совершенно по-другому звучать. И если оно звучит по-другому, то очень важно регистрировать торговые марки. Это важно в конфликтах. Если можно, Наташенька, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть о тех конфликтах, которые возникают, если, например, мы нарушаем торговую марку. То есть если у нас происходит нарушение торговой марки, вот у нас еще тут вопрос, очень интересно. Поясните, пожалуйста, такой момент. Например, когда человек прочел книгу, прошел марафон и получил свой опыт, из призмы своего опыта создает продукт – марафон, используя свой опыт и подбор. Смотрите, в интеллектуальной собственности ты можешь делать все, не заходя за рамки другого продукта, другого человека. В интеллектуальной собственности есть такое понятие, как сравнительный анализ. Когда ты берешь один продукт и второй продукт, ты его сравниваешь, если две трети, то это плагиат. Если мы говорим про онлайн конкретно марафон, какие у нас есть объекты? Первый объект – это, конечно, название. Второй объект – это фотография. Третий объект – это литературное сочинение, это описание, инструкция, контент, который вы выкладываете. В связи с этим, по этим трем пунктам мы проходимся. Две трети схожисти – плагиат. То есть, если у вас фотографии другие, если у вас другой контент, если у вас другое название, то, конечно, это не является плагиатом, а у вас есть ваш личный опыт, и вы это называете. Вам нельзя называть одинаково, одинаково, вам нельзя слово в слово использовать то, что записано, и вам нельзя использовать чужой материал в виде фото и видеосъемки. Поэтому тут вопрос такой, то есть, знаете, есть как бы две теории интеллектуальной собственности. Первая теория интеллектуальной собственности, она говорит, что все должно быть открыто полностью, что любой человек, вот придумал, может пользоваться и использовать. Другая линия – это когда все, что ты не сделал, это конкретно принадлежит какому-то человеку, и никто не имеет права это использовать. Но нужно находить какую-то середину в этом во всем. И, опять же, цитирование каких-то вещей в учебной деятельности – это тоже возможно. Но вопрос цитирования и вопрос объема этого цитирования и использование каких-то элементов. Конечно, в мире всегда было очень много конфликтов в сфере авторского права, но есть какие-то незыблемые вещи. Здесь, если мы говорим про литературные какие-то элементы, про большую литературу, есть мужчина, женщина, любовь, конструкция определенных каких-то материалов. Есть очень много франчайзинга в сфере кино, где базируются какие-то основы, потом на каждой территории делаются съемки другого фильма, «Не родись красиво» – это сериал бразильский, который адаптировали, например, в России, или много разных других примеров. Поэтому нужно в каждом конкретном случае смотреть. И то же самое в отношении марафона. То есть нужно смотреть конкретно, четко ли там все в один-в-один взято было с этого марафона и как это все преподносится. Готовы ответить на вопросы. И начиная от того, что можно сделать экспертизу, когда вы ходите со своим продуктом, как правильно выйти со своим продуктом, при выходе, например, марафона, я очень бы рекомендовала, первое, прогуглить название по товарным знакам. В мире нет ничего другого. У нас всего лишь есть несколько объектов интеллектуальной собственности. Регистрация товарного знака, авторское право, промообразца. Вот мы ходим, на самом деле, только в этих двух объектах. И с этими двумя объектами мы что-то в дальнейшем делаем. Поэтому для начала нужно проверить, чтобы не было названия. Потом, если названия нет, желательно его подать и регистрировать. И дальше подать на регистрацию авторского права. Так, вот есть еще вопрос. Знаний. Не является ли это нарушением? Ведь так или иначе, многие марафоны уже основаны на книгах, что были написаны еще 20-50 лет назад. Конечно, использовать литературу и книги мы можем для базиса. Я еще раз говорю, вопрос фиксации. Когда мы конкретно фиксируем, вот непосредственно, хорошо, марафон, да, то, о чем человек говорит, как он говорит, как он это снимает, что он это делает. Какая-то структура и основа, она однозначно берется из каких-то книг и знаний. Но это не является нарушением. Если вы, например, взяли непосредственно, ну, здесь нужно просто конкретизировать, например, кетомарафон, и у вас есть конкретно товарный знак кетомарафон, и ваши конкуренты взяли такой же кетомарафон, и его рекламируют, и в нем прям вот один в один ваши вопросы такие же, то тогда это является нарушением. Но если у вас, например, кетомарафон от Алены Еремчук, вы используете персональный бренд, кетомарафон основан, например, на фруктах, или кетомарафон 7 дней, или кетомарафон, там, не знаю, новогодний. То есть, например, очень много, мне очень нравятся ретриты, я сама хожу на ретриты, и вот, например, я очень люблю Ольгу Гоман, ее ретриты, это наша клиентка, у нее есть звездная перезагрузка. Так вот, название непосредственно ретрита, либо онлайн-марафона звездная перезагрузка, она, ее делать нельзя. То есть, это принадлежит торговую марку непосредственно Ольге Гоман, у нее там 300 человек, которые у него прошли, и это непосредственно конкретная отдельная фиксация. Задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим на них. Поэтому в авторском праве очень важна вот эта фиксация. И мы, естественно, даем консультации клиентам, когда у вас возникает, вы хотите что-то создать, вы же в это очень много инвестируете, это ваши нематериальные активы. У нас есть три метода оценки нематериального актива. Первый метод оценки – это затратный. То есть, сколько денег вы потратили на создание вашего нематериального актива. Прошли, инвестировали в свое обучение, записали фотосессию, сделали фотосессию, какую-то видеосессию, подготовились. Все это ваши затраты. Затраты на рекламу, затраты на анализ, затраты на юриста. Дальше сравнительные. То есть, например, у вас есть звездная марафона или звездная перезагрузка или ретрит, и вы оцениваете этот продукт, например, в 100 тысяч. И возле вас есть подобные конкуренты, которые проводят его, например, на Бали, и они тоже его оценивают в 150. Есть стоимость рынка нематериальных активов. Вообще, марафоны, вот эти все продукты сейчас продаются. Сейчас ты можешь купить готовый бизнес с готовыми марафонами, только вложить свое имя и как тренер в этом принимать участие. То есть, очень активно идет эта продажа и очень много такого рода инфопродуктов, которые продаются. Реально, ты можешь купить все, только свою информацию. Есть лицензии на использование этих всех продуктов. То есть, это целое, огромное направление в бизнесе, притом переносящее очень много прибыли, особенно с последними всеми тенденциями. То есть, поэтому, ну, нужно серьезно подходить к покупке таких продуктов и к созданию этих продуктов. Естественно, создавать их, используя элементы регистрации, потому что, ну, если вы не зафиксировали дату создания, то говорить о том, что это вам принадлежит, ну, это достаточно сложно. Хорошо. Наташенька, что ты бы хотела добавить? Ты готовилась, у тебя есть определенный материал, если можно, включись, пожалуйста. Честно говоря, уже обо всем поговорили, об авторском праве, и я хочу только обратить внимание, что я слышала просто от многих тренеров по марафону и тех людей, которые проводят эти тренинги, что это абсолютно бессмысленно. И как вы сегодня услышали на наших примерах, что есть смысл оформлять и регистрировать ваше авторское право, и это повышает вашу конкурентную способность на рынке. Да, это однозначно, конечно, есть такое понятие, как правовой нигилизм, то есть, когда мы не понимаем свои права, и мы не можем ими воспользоваться. И я говорю о том, что, ну, есть люди, которые могут убить человека шпилькой, да, то есть, все зависит от того, сколько лет он тренировался, да, и как он тренировался, насколько он специалист в этом. Мы тренируемся 19 лет, и за 19 лет я видела, как менялся рынок, я помню эти все активности, плюс, ну, мне очень посчастливилось работать с нашими лидерами рынка, это Ицхак Пенсевич, это Алла Заднепровская, это Елена Тарарина, это Ольга Гоман, и много-много, Татьяна Кашпру, и огромное количество другого рода интересных тренеров, то есть, в этом мы сконцентрировались на этом рынке, и на нем достаточно давно работаем. На этом рынке есть еще такие очень интересные продукты, как онлайн-игры, а также игры для психологов, но мы, наверное, затронем этот вопрос в следующем нашем эфире, и более подробно его рассмотрим вместе с интересными примерами, которые происходят. Конфликты бывают, например, коучи пишут «коуч номер один», «коуч номер один» был очень большой конфликт между двумя личностями, каждая из которых хотела эту торговую марку. Такое тоже было, потому что они использовали в своих маркетинговых материалах. В принципе, вы же зарабатываете на этом, то есть, вы же получаете прибыль из этого, и почему правильно не подойти к этому продукту, и если вы так много в него вкладываете, то, простите, регистрация авторского права, который там в госпошной совершенно небольшой, у нас услуга стоит регистрация авторского права 200 долларов, регистрация в Америке 200 долларов, 65 долларов госпошлина, и вы получаете документ, и этот документ, он, во-первых, фиксирует ваше право собственности, вы можете передать по наследству, вы можете знать точно, что вы можете юридически делать договора лицензионные о получении прибыли на этом. Если вы работаете в международном рынке, то здесь даже объяснять не нужно, почему нужно регистрировать авторские права в Америке и в Европе, и почему нужно делать это все правильно и грамотно, потому что должно быть нормальное деловодство. Вы же не говорите о том, что да, зачем нам ключи в дом, ну вот зачем нам ключи в дом, и так воры могут проникнуть, конечно могут проникнуть, и с ключами, и с сигнализацией, но когда у вас есть ключи, то просто так бомж не зайдет. То есть же самое, ну у меня например был опыт, у меня есть очень хорошие клиенты, с которыми я работаю больше 10 лет, у них франчайзинговые программы, они очень много продают, ну и конечно у них очень много наработок, это компания Шапшай, и мы сделали огромное количество регистрации товарных знаков на их продукты, которые они создали, потому что у них продукты связаны с семьей, с бизнесом, с детьми, с разными элементами. И у нас например был такой случай, что в Одессит какой-то молодой человек, начинающий психолог, назвал себе такой курс и начал его продавать. Мы написали письмо, прикрепив конечно авторские свидетельства с Америки, рассказав историю, сказал, что это наш продукт, которому много лет, больше 7 лет этому продукту его знают на рынке, поэтому он не имеет права называть свой тренинг таким образом. Человек осознал, это было только телефонный разговор и эмейл, и он перестал, он запретил, ну то есть он перестал продавать этот продукт и не решился на нарушение такого авторского права. Поэтому однозначно примеры работы защиты с клиентами, они живые, они с отзывами, они естественно есть. Например, еще один такой хороший интересный пример это компания Flymama Светлана Гончарова. Там был очень серьезный конфликт лет наверное шесть тому назад, семь, то есть даже больше восемь тому назад она была одна из первых лидеров, у нее было очень много онлайн людей, которые слушали ее, она обучает как быть хорошей мамой. И товарный знак она не зарегистрировала, вот дата подачи ее товарного знака и ее конкурентов была четыре дня. Если бы она на четыре дня раньше к нам обратилась, то возможно у нее не было бы таких сложностей. начиная от того, что российская компания запрещала ей использовать это название и она должна была выйти из своего эфира, перестать использовать свое название как флаймам мама на разных онлайн тренингах и на тренингах живых, которые она проводила, то есть они делали ей конфликты и мы боролись с достаточно огромной серьезной российской крупной компанией естественно с этими всеми ресурсами но мы пошли по авторскому праву потому что дата создания ее продуктов была намного ранее чем этих людей также мы подали на регистрацию товарный знак мы его усилили рисунками и непосредственно флаймама Светлана Гончарова где у нас появляется отличительный товарный знак и что такое товарный знак и зачем он нужен нам очень важно чтобы он был отличительный от других товаров и услуг которые есть это в этом как бы есть суть интеллектуальной собственности и когда вы хотите что-то зарегистрировать и что-то есть на рынке вам нужно быть отличительным и тогда вы это получаете это главная фишка и главный смысл товарных знаков хорошо на самом деле у нас получилась интересная беседа мы позже зашли Наташенька если можно тебе заключительное слово и до следующих эфиров по средам напишите нам какие вопросы вам интересны я думаю что в следующий эфир мы поднимем вопрос защиты игр то есть что такое онлайн игры что такое вообще игры психологические и какими объектами интеллектуальной собственности их нужно защищать а также мы расскажем примеры конфликтов которые возникают и как из этих конфликтов выходить Наташа тебе слово заключительное слово это опять-таки защита вашего продукта в ваших руках рекомендуется